Азов Инфо Спорт Она не потерпела ни одного поражения, с хорошей разницей забитых пропущенных мячей. Но пока на сегодняшний момент ей достойного соперника, к сожалению, в первенстве города нет. Ну а за медали, конечно, я думаю, что развернется борьба между командой Пушка, командой Торекс и, наверное, командой, скорее всего, сборной молодежи. Она сейчас по потерянным очкам, в принципе, находится на втором месте. Расстановка сил в турнирной таблице на сегодняшний день практически не отличается от прогнозов, сделанных до начала чемпионата. Всего две команды из восьми не оправдали ожидания экспертов. В принципе, без сюрпризов. За исключением мы думали, что все-таки поудачнее выступит команда Торекс. Чуть более будет удачливая. Ну и радует на сегодняшний момент, пока по итогам первого круга, хотя еще и градная осталась, это команда Дисшор-3. Завтра на стадионе спортивной школы номер 9 пройдет центральный матч седьмого круга чемпионата. На поле встретятся две команды, представляющие наш город в властных соревнованиях первой лиги. Машиностроитель и молодежная сборная Азова. Людмила Улихина, Евгений Симакова, Александр Истомин. Азов.Инфоспорт. В рамках шахматного фестиваля Кубок Нижнего Дона в нашем городе прошел рапид-турнир. В соревнованиях приняли участие почти 50 спортсменов из городов Ростовской области. Среди них международные гроссмейстеры и магистры Международной шахматной федерации. Турнир проходил в течение одного дня. В быстрых шахматах, как правило, каждому игроку дается 15 минут на партию. По мнению международного гроссмейстера Николая Пушкова, при таком темпе игры в первую очередь проверяется быстрота реакции шахматиста. Быстрый шахмат отчащается классически тем, что в принципе у них идет игра на вскидку, особенно задумываться не с кем. То есть как человек оценивает позицию, но и он отвечает, не проверяя себя. И в принципе талант для человека проявляется в быстрых шахматах. Партия в классических шахматах может длиться несколько часов. У спортсмена есть время на размышления. Появляется возможность не только обыграть соперника, но и сделать это красиво. Классические шахматы, конечно, это основа основ. Именно в классических шахматах создаются полотна, которые признаки имеют красивых комбинаций, и которые восторгаются шахматисты всего мира. В быстрых шахматах это бывает редко. Победу в турнире по быстрым шахматам одержал ростовчанин Павел Котенко. Второе место занял Олег Добровольский, также из Ростова-на-Дону. На третьем месте спортсмен из Новочеркасска Дмитрий Дуюн. Азовские шахматисты заняли 5, 6 и 7 места. Евгения Тимакова, Александр Истомин, Людмила Улихина, Азовинфоспорт. На сегодня это все о спорте. Следите за пульсом спортивной жизни. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова